Да все смотрели на меня, как дурака, что я сделал вообще. Что я мог сделать? Привет, друзья, это Егоров. В замечательный солнечный день хочу вам показать небольшое интервью перед финалом с Даней Крапивниковым, таким же солнечным человеком в нашем медийном футболе, но человеком в то же время, который постоянно попадает в различные ситуации. Вот разговор с Даней по итогам полуфинала и перед финалом медийной футбольной лиги. Воскреси в памяти, как ты понимаешь, что тебе тренер говорит, что ты не в основе? Что вообще тогда было? Здесь же сейчас начнут, там опять накидываешь, что ты там где-то затусил, а по-моему вообще все не так. Нет, вообще не так, я просто дотянул до последнего и в голове понимал, ну всегда у профессиональных команд, когда я играл 15 лет, всегда установка в раздевалке перед матчем. Я думаю, в 6 часов мы выезжаем на автобусе, выхожу на улицу, типа ищу автобус, ну уже время 18.00 и, короче, его нету, я думаю, неужели они уехали? И потом понимаю то, что у нас установка и бежал, короче, искал этот конференц-зал, ну и там еще идти до него было 2 минуты и вот таким образом опоздал. А ты не зашел, типа, в чат? Или в чате было написано просто сбор в 6? Смс-ок и, типа, написали, что у нас 15.55 еще что-то сбор, у нас у меня начало, ну и я и думал, типа, у нас установили, типа, отъезжаем. Просто подумал в голове и, не знаю, вот так получилось. А ты понимал, что что-то случится в этот момент? Ну, когда ты бежал? Не, я понимал, что у нас такая ситуация была с Ромой, он вроде должен был Корж играть вместо меня, или с кем-то мы играли, и Корж, короче, опоздал, и меня поставили. А, то есть он просто сказал, минута даже и все. Да, ну просто мы Коржа ждали, еще ему дали 5 минут, но он не успел. А у тебя, ты зашел, и что сказал? Да на меня все смотрели с Жека Некой с такими глазами, типа, все, ты что делаешь? Да все смотрели на меня, как дурака, что я сделал вообще. Что я мог сделать? Я просто опоздал на сбор, и тренер сразу не поставил. Там реально минута-две? Да, по факту, типа, не поставил, не поставил. И Кузнецов вам просто говорит, типа, краб, я тебя не ставлю. Да, я не знаю, почему, типа, подписчики думают, что он ко мне как-то плохо относится. У нас, наоборот, мы за эту поездку постоянно общались, и с тренером вообще идеальные, идеальные отношения. И нет такого, что там Жека Некит говорят, ставь крапа там, или что-то такое. Все хотят, чтобы я играл, и тренер хочет. Просто я из своей головы там делаю какие-то косяки странные, из-за этого я не выхожу на поле. Но сейчас финал, и таким образом моя эмоциональная подготовность на идеальном уровне, потому что мне не показали красную карточку, как ты сказал, типа, была бы черная жизнь или белая, вот просто РФ решил. Мне не показали красную, все, типа, забыли, все с кайфом, я играю. Ты в тот момент, когда он сказал, что ты не играешь, ты злился на него? Ну, в любом случае. То есть мы можем же злиться, да, типа, даже на маму условно. Да, я пришел, уже состав объявили, я думал, ну, типа, это шутка, что он меня не поставит. Я наслушал установку, потом ко мне садится слон в автобусе, и говорит, братан, ничего страшного, типа, не переживай. Не поставился, я говорю, да ну нахуй его, я не буду играть сегодня. Вот, типа, с такими эмоциями. Но в голове я понимал, что все. Ну, не поставил, я выйду, забью. Но все равно я показывал, что мне плохо. То есть ты на установке, и перед этим у тебя злость прям была? То есть ты на нервах? Когда ты выходил на нервах, и у тебя несколько движений не получилось, это из-за нервов, или просто так получилось? Ну, на самом деле, я вышел, и сразу хотел пятку пробросить, не получилось, потом начал самоду бороться, он мне пяткой в руку ударил. Как-то сразу игра странная какая-то была. Потом в моменте, вот ты насчитал, типа, сколько, 6 раз я получил мяч, но за 15 минут 6 раз это очень много, потому что я всегда открывался. И очень много рывков, и через 10 минут я просто как-то, ну, вот они разбегались уже, а у меня ноги вот именно встали. Просто встали ноги, и тяжело было как-то дальше продолжать. То есть вот этот последний рывок, когда ты пошел мяч останавливать и желтый получил, это уже от того, что ноги встали? Ну да, это последний рывок был, уже ноги так как-то встали, и я бежал, и я думал, сейчас его в воздухе поймаю, типа, вперед сразу. Но я дотянулся как-то странно, он отскочил, и все. Такой момент. Эпизод, когда он кричал на тебя, что ты не на своей позиции, это что было? Распорте. Никит, ты будешь ему говорить, он меня заебал, понимаешь? Он меня заебал, блин. Коля, ты там делаешь, блин? Заебал он нахуй уже, дебил, блин. Не знаю, вот в моменте, вот 6 раз я получил мяч, а потом минут 5 последний, вот когда не пошла игра, я не получил, я злился за то, что я без мяча. Я побежал в центр, потому что на том фланге вся игра была. И там будет момент, когда все сузились так. А в моей голове было это не сузили, потому что я видел центрального защитника только перед собой вот так. И Фортуны, который с мячом был. И он мне мог покатить, типа, между линиями, в моей голове было, и я бы бегал бы, типа, как я выбежал, когда мне Фортуна отдал второй раз. Вот, а там на самом деле я сузил, неправильно сыграл, все сузились, и все. И у них получилось так. Когда он тебя менял, и ты, наверное, слышал, как он кричит, и потом услышал на записи, что было в твоей голове? Ты не хотел уходить с сюжета говорить, ты говорил, что я не в безполе? В моей голове было это так, когда вот он меня поменял, его не было близко вот к Провке. И я думал, блин, я такой матч показал ужасный, я еще опоздал, это все узнают. У меня фиговые ощущения были, я сказал, я не уйду. Просто Жеки говорит три раза, я не уйду, он меня уже убирает. Но потом понял, что это неправильно. Ушел, пожелал удачи Леве, и тренер просто, даже не пожелал. Ну, просто его не было рядом. Я сел, у меня агрессия была. А ты крикнул, когда, я просто сейчас в последнее время не ругаюсь матом, вот это матерное слово. Заебал! Это тренеру или Белке, или кому? Я вообще не кричал тренеру, в адресе от него, я такое не могу сказать. Просто я был на эмоциях, и все меня пацаны успокаивали. А, и ты уже кричал? И я такой, заебали! Типа, у меня просто именно, ну, не знаю, просто выскочило. Я не хотел никого, типа, обидеть. Что в перерыве было? Ну, там говорят, что типа тренер вообще, я тебя с тобой уже не разговаривал. В перерыве не общался тренер вообще, и не главный, и не второй тренер. Они не общались с командой вообще или именно с тобой? Нет, они не с командой общались, типа, говорили, что они под контроль, такие моменты, как обыграть по тактике. А вот именно мне ничего не говорили, но все пацаны до единого, Хул, Белка, Жека, Некит, все вообще, Бапе, говорили, что успокойся, типа, забудь, сейчас покажу уровень. И все, я выхожу второй раз. А как он решил поставить тебя в центр атаки? Я всегда, я играл на предыгровой в центре. А, ты играл в центр атака? Да, я же должен был в основе. А это специально на спорте было сделано, чтобы был бы быстрый футболист? Нет, в последнее время я играю в центре, и на предыгровой тренировке мы играли, я и Куртуз. И я должен был вместо кареты выходить, и мы так сыграли. Но я играю не нападающего, типа, а чуть-чуть, ну, пониже. Да, чтобы получать мячи, давать, либо убегать. На десятку, грубо говоря. Потому что это моя позиция идеальная. И вот ты вышел, и сразу уже начал вот эти мячи получать туда. Да, вышел и видел зоны, бежал, в них мне давали. Вот из-за чего факт показал, из-за того, что вот все не шло, везде не шло, и в моменте я убегаю от маду, идеально открываюсь. Но никто не мог это засчитывать в этом матче убежать, они идеально играли. Вот, я в итоге убегаю, у меня рубит желтый, все, я думаю, пошла игра. И просто в моменте, вот, когда у меня все вот наверху, они мне кричат, типа, крапан, брыл, да. И я поэтому как-то вот не сдержался и сразу не показал, пришел. Блин, рефа, рефа жалко. Реально, реф просто лучший реф, реально. Он в порядке судит, и у него вообще не было ошибок. Ну, в моменте он просто допускает ошибку, что не удаляет меня. А когда он к тебе подошел, он тебе сказал, что, ты не помнишь? Когда в гостинице подошел? Нет, когда ты показал, он сразу же тебе подошел и сказал, типа, что-то не надо. Крап, ты что, ебнулся, ты что делаешь, ты какие-то жесты показываешь. Вот так он сказал. Я такой, все, 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 все. А у тебя в голове было, что сейчас будет красный удаст? Не, не было. Или ты был уверен, что не даст? Не было, не было, не было в голове. То есть, я даже не понимал, что сейчас за факт меня удаляют. У меня вообще в этом в голове даже накрутилось. То есть я думал, как забить гол и выиграть. А следующий момент, когда ты один на один выходил и делал подсечку, почему так решил завершать? Ну, не знаю, я как будто второй гол, который я забил, как на ближний пробежал и чиркнул. И это было, мы с Баппе просто дома сели и начали смотреть на резки гола. И я заметил такой гол, вот прям вот из всех 20, там были крутые голы, но гол к Хаммесу в Барселоне. Когда я был в Классика, и Хаммес просто бежал на дальнюю, как я сначала, и на ближнюю резко рванул, и забил Барса сразу. Когда я еще Месси забил, и вот так футболку наказал в этом матче. Вот. И у меня в моменте, когда я бежал, когда Богдан получил мяч, я уже видел эту ближную штангу и вспоминал этот момент с Хаммесом. Я просто бегу, они идеально стреляют, я забиваю. А тут, ну, Месси как забивает себя один на один, тем более на таком поле, это идеальная подсечка. Но я просто выбежал, если бы я чуть-чуть выше ударил, мяч бы медленнее полетел. Там видно на повторе, как вратарь уже завалится в угол и просто отбивает вот этой частью. Чуть слабее бы ударил выше, все, он уже завалился и мяч убил. А ты успел подумать в этот момент после первого удара и добивания, что все жопа? Я подумал, типа, бля, и потом побежал добивать сразу. И там Амаду, я не знаю, как в хоккей, просто спиной отбивает вот так. И дальше слон завершает, когда он завершал, я вообще не выключился из эпизода. Можешь посмотреть на повторе, я там сразу бегу, типа, на мяч, если что, они отобьют и добьют. И просто в моменте, где гугл завезает, я уже меняю направление и бегу радоваться. Как после матча вы с Кузнецовым уже пообщались? С Кузнецовым всегда идеальное общение идет, я не знаю. То есть после матча вы уже как братишки? Как будто он мой батюшки. Вот реально, я с ним общаюсь, мне с ним скайф, он мне дает советы, он поиграл в Испании. Советы на жизнь дает. И вот мне все люди говорят, тебе нужно повзрослеть. Да нифига я не согласен с этим, что у тебя маленький или что-то. Просто бывают какие-то моменты, где я ошибаюсь, не знаю почему. Типа, я понимаю, что это все серьезно, там, но я не знаю, вот такие ошибки какие-то в голове. Но я точно не ребенок. Чего брат написал? Брат ничего не писал, я видел в дружочке в телеграме, что... С поводу Крапа, что могу сказать? Ну, честно, как футболист сейчас говорю, что это не профессиональность. Как у тебя игра полуфинальная, ты не знаешь, какая установка. Почему вся команда знает, ты не знаешь. Ну, типа, как футболист. Зная Крапа, ну, он вот такой, его надо принимать таким, как он есть. Ну да, я согласен с ним. На самом деле, вообще тяжело сейчас эмоционально было до вот этого момента, потому что, ну, брат там вот вернулся, все отвернулись. А вы с братом кругались? Ну, все вообще люди, которые в моем округе были, кроме Тудроц. И скорее всего... Да, с майком сейчас выезжаете? Да, и скорее всего папы, вот, кто поддерживал меня. А вот мамы и брат, и все вообще меня вообще гасили. Ты не представляешь просто. Ты вот представь свою жизнь, когда ты просыпаешься, и тебе там все твои друзья, везде, где ты видишься, именно об этой медием лиге тебе говорят. И что ты, типа, делаешь. И это, типа, не один день в неделю, а постоянно, каждый раз, каждую минуту. Ты встречаешься и, типа, постоянно говорят, тебя надо забить. Даже подписчики, которые всегда... Даже когда просто идешь по улице. По улице, да. Бля, Краб, мы ждем от тебя голодокожей, типа. Или там они говорят, бля, Краб сдулся, корж пришел. То есть они звонят, у меня номер слит, у меня просто постоянные звонки, они об одном и том же говорят. И твоя голова забита каждую неделю одними мыслями, что нужно доказать кому-то что-то. А когда так обычно есть, то у тебя ничего не получается, потому что очень большого хотения. Ты уже, наверное, понимаешь, что тебя не будет дисквалифицировать? Да, я уверен, будет после игры, когда мне не показали красную карточку, все, у меня надо будет дисквалифицировать. На КДК там точно пацаны меня поддерживают, потому что я со всеми общаюсь, я не знаю, что такое финал и какой путь я подделал, вот. Но это читалось просто обстановка. Но Прокоп мне написал, что 90%, что меня дисквалифицируют. Ну, я думаю, что нет. Вот. Но Прокоп пожелал удачи, сказал, прибавляй, за тебя болеет, за тобой следует. Главный матч твоей жизни? Скорее, да, чем нет, конечно. Финал, братан, на ВТБ-арене. Я уже вот играю на ВТБ-арене, финал. И тем более, когда нет слона, мне нужно играть за двоих, реально. У нас игроки отсеиваются, самые офигенные. Слон отсеялся, и сейчас нужно будет реально за двоих пахивать. Так что, пацаны, не дисквалифицируйте его. Спасибо тебе, братан. Давай. Удачи. Удачи.